США расширяют свои планы по развертыванию новой ракетной системы средней дальности Митранжека Павелити, также известной как Тайфрон. Эта система, способная запускать крылатые ракеты Томагавк и зенитные ракеты СМ-6, создана как промежуточное звено между ракетами ПРСМ с дальностью до 500 километров, используемыми Хаймерс и М270 и гиперзвуковыми ракетами Илрашвы, которые могут поражать цели на расстоянии до 3000 километров. Разработка МРС началась в 2019 году, сразу после выхода России из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В 2023 году система Тайфрон успешно выполнила первые пуски зенитной ракеты СМ-6 и крылатой ракеты Томагавк. Батарея МРС Тайфрон включает четыре пусковые установки, командный пункт и вспомогательные транспортные средства. Размещение Тайфрон в Японии позволит держать под прицелом практически все восточные побережья Китая, включая столицу Пекин. Кроме того, система сможет контролировать Таиланд и Северную Корею, обеспечивая возможность поражения объектов в Пхеньяне. Не менее важным является тот факт, что под угрозой окажется российский Владивосток, где базируется Тихоокеанский флот РФ. Даже при маловероятном размещении Тайфрон на севере Японии комплекс сможет контролировать значительные территории России.